То, что вы сегодня увидите, возможно, сломает вашу психику просто нахер. Поэтому, если вы не готовы к шок-контенту, воздержитесь. Это реально может свести вас с ума. Всем здарова! С вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет уникальнейший контент. Вы такого нигде, никогда больше не увидите. Да ладно! Я вот уже на протяжении нескольких месяцев собираю отборный пиздец, который присылают мне подписчики в мой паблик в ВК. И там есть вещи, с которыми вы просто охереете и сойдете с ума. Ну и, в общем-то, ребята, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, обязательно поставьте лайк на удачу, и, в принципе, мы поехали. Или, как говорит Николай Соболев, погнали! Всем здарова, чуваки! С вами я, Ничай. Главный секрет, почему Пандос смотрит не в вас, а чуть ниже, он смотрит на экран. А на экране очень классный сайт, на котором большие коэффициенты, на котором быстрый вывод средств, на котором огромнейшее количество спортивных дисциплин. Он не может оторвать свой взгляд. Не отрывайте и вы, смотрите Пандоса, а параллельно заходите на этот сайт. Первый видос, который вы сегодня увидите, можно описать одним словом. What the fuck is this? В принципе, под такое описание подходит любой видос, который вы сегодня увидите. Вы просто посмотрите, что происходит на поле. Сразу прошу заметить то, что отсутствует ворота. То есть это уже как бы намекает на то, что видос будет веселый. Мне очень нравится реакция Челика, которая записывает. Реакции просто никакой нет. Такое ощущение, как будто с ним вот такой вот пиздец происходит каждый раз. Я только сейчас заметил, что у одного из футболистов отсутствуют шорты. Вы только посмотрите, бля, какой пиздец. Если вы понимаете, нет ворот, чувак проебал шорты и куча футболистов с жопой раком, я не знаю, пикут нас. Господи, какой же это пиздец. Ну, это, в принципе, самый стандартный штрафной удар FIFA 19. Ну, типа не попал раз, не попал два. Ну, ладно, попробую еще раз. Так, хуй с ним. Как FIFA генерирует такие моменты? И почему, блядь, мяч заработал только тогда, когда Кричтян ударил по трибуна? Мне кажется, слишком много вопросов задают. То, что вы сейчас увидите, это будет реально крипово. Ну, то есть, вы представляете такую ситуацию? Челик сломался просто пополам. Ну, посмотрите, он реально сломан. А рядом стоят его одноклубники. Такие, да, да, круто, супер, красавчик, продолжай в том же духе. Хотя, с другой стороны, тут можно предположить, что он делает самоотсос, например, я не знаю. Но такие вот моменты, я думаю, что уже никого не удивляют. Типа, проходящий мяч сквозь тело. Камон. Я пять минут назад видел, как чувака расплющило пополам. Что это, блядь? Что за next-gen relivel наркомания? Как, как, ну как FIFA такое прочитывает? Типа, ворота налезли на модельку футболиста. Что должно пойти не так в этой грёбаной игре, чтобы такая херня получилась? И вот сейчас, если реально меня кто-то смотрит из Electronic Arts, для вас топ-идея. Просто создаете новый режим в Ultimate Team, где происходит вот лютая дичь. Под типу той, которую я вам показал. Игроки ломаются, ворота налезают на игроков. Там, я не знаю, кто-то на голове начинает бегать. Там из трибун выбегают мутанты. Мне кажется, в такой режим было бы реально интересно играть. То есть, это выглядело бы как самоирония. Они сами, я думаю, подозревают о вот таких вот проблемах, которые происходят в игре. А тут они типа сами ввели бы отдельный такой режим и покекали над собой. Как по мне, это было бы круто. Ставь лайк, если считаешь так же. Ну, решай же! Настает голкипер этот метод. Такое бывает. Такое бывает, да. Каждый день в футболе вижу такое, блядь. Такое бывает. Это лучший комментарий, который мог сказать Георгий Черданцев. А это, пожалуй, самый красивый автогол, который я видел в своей жизни. Вы посмотрите. С центра поля. Практически через себя. А голкипер чего? А голкипер ничего. Типа не хотел засирать такой красивый момент. Типа, ну, пацаны. Ну, сорян бы. На нахер. Вот это красота. Вот это реально Play Beautiful, я понимаю. Мне нравится реакция голкипера. Да, да, пацаны. Все под контролем. Спрашивают, блядь, почему, нахер, я не могу в Викинг Лиге побеждать. Сейчас я, блядь, покажу, нахуй. Просто середины поля, еле катится. На, нахуй. А где вратарь? А не знаю, нахуй. Просто на, от души, нахуй. Хуй знает. Где вратарь? А он, он не смотрит. Он поебать на мяч. Сейчас просто до пизды, нахуй. Лети куда хочешь. Середины поля, блядь. Чуваки, заметьте, что это опять Донорума. Мне кажется, у Донорума какие-то там скрипты очень дичайшие. Или это не Донорума? Да вроде Донорума. Короче, ребята, если вы играете в Ultimate Team, Донорума не ваш выбор. Тебе чего, ебок? А сейчас, ребята, MLG-туториал по розыгрышу штрафного. Смотрите. Посылайте первого игрока, двух долбоебов сталкивайте и, типа, почему бы и нет? Вот этот вот момент, ладно, еще. Ну, типа, куда ни шло, два долбоеба не разобрались. Но как, блядь? Как получается такое, что челик бьет по мячу в сторону ворот? А получается, вот это вот. Что? Ну, что должно на небе сойти, чтобы получилась такая херня? А сейчас, ребята, я хочу вас реально предупредить о том, что будет 18 плюс контент. Там будет лютейший фол с жутким переломом, кишками и расчлененкой. Поэтому я предупреждаю вас, если что, чтобы вы имели в виду. Я предупреждал. А если серьезно, то это просто лютейший пиздец. Чувак просто, ну, просто задел за футболочку. И на тебе, нахуй, красную карточку. Не, ну вот, ребята, серьезно. Каждый раз, смотря на какую-то лютую дичь FIFA, я думаю, ну вот, теперь меня точно ничем не удивить. И происходит вот это вот. А это еще не самое пиздецовое, что вы видели. Поверьте мне, в конце вы просто все отлетите. О, а это мои любимые очкозавры. Вы посмотрите, бля, очкозавры, это как отдельный вид искусства. Смотрите, раз, очко. Вы, не, ну, вы посмотрите, он как будто специально подставил очко. Не, вы реально посмотрите, он телепортируется, чтобы поставить очко. Ну, типа, он как на коньках проехал, вы посмотрите. То есть, это реально какой-то скрипт у яшников. Ну, и голкипер тоже свою очку прекрасным образом раздвигает, типа, на. А это новый вид очкозавров. Очкозавры неподвижны. Что? Реакция мангуста, нахуй. Бедолага аж закурила от нервов. А ведь это произошло в викенд-лиге. В киберспортивном режиме. В викенд-лиге. Вот такая вот херня происходит, ребята. Вы понимаете, во что мы играем? А как вам такое? Возможно, кто-то не понял, что произошло. Давайте я вам покажу в замедленном режиме. Внимательно следим за нападающим. Что это за реактивный пиздец? Пацан просто бустанул скорость, въебал нитро, и вот такая вот херня произошла. То есть, вы понимаете, игра уже заранее просчитывает то, что вы пропустите гол. По логике FIFA сейчас должен залететь гол. Но чисто физически футболист не может дотянуться на мяча. И что делает FIFA? Она подталкивает игрока, благодаря которому защитник тупит, попадает в перекладину, чтобы он ровно отлетел на ногу к сопернику. Ну и куда же без Райзена? Мне кажется, это самый несчастный человек на планете Земля. Вы посмотрите на эти глаза. Я просто дико кикаю от сочетаний пиздеца и выражения лица Райзена. Ну и собственно видос, который сподвиг меня записать этот видеоролик. Я вот когда первый раз это увидел, я реально не поверил своим глазам, что такое вообще в теории может произойти. Ну а не забывайте, в какую игру мы играем. Здесь, возможно, мне кажется, абсолютно все. Сколько я в меня играю, никогда такого не было. Что, блядь, что? Я каждый раз на это смотрю и просто люто охереваю. Лео Месси просто херачит кубок лиги чемпионов. Не, ну если бы у меня было столько же трофеев, как у Лео Месси, я, наверное, тоже бы ебнулся бы и куячил бы эти кубками налево-направо. Если смотреть от вида вратаря, то там виден мяч, то есть текстура мяча и кубка просто смешались и получилась такая лютая дичь. Вы посмотрите, блядь, в центре поля вот эти вот празднования, торжества проходили и, видимо, после этого ребята решили зарубиться, блядь. Ну как же жутко это выглядит. И это не какой-то мод там, не какая-то херня, которая заранее продумана, чельки там реально охеревают сидят. Короче, ребята, я официально заявляю, что это самая лютая дичь, которую я видел за всю историю FIFA 19. Я реально повидал многое, поверьте мне, но вот такого я не видел никогда. Если вам понравился данный формат, обязательно поддержите его лайком, наберем 25 тысяч лайков и формат будет жить. Не наберем, увы. Я не знаю, зайдет, не зайдет, понравилось, не понравилось. В любом случае, пишите комментарии, ставьте лайки. Чем больше актива, тем будет мне приятнее на душе, например. Если же вы хотите мне помочь в плане контента второй части, вы можете присылать в мой паблик свои приколюхи или приколюхи, которые вы видели где-то в интернете. Если вы найдете что-то безумнее, чем чельки, которые херачат кубок по полю, то поздравляю, вам удалось меня удивить. Хотя я крайне сомневаюсь, что можно найти что-то ебанутий. А у меня на сегодня все. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что посмотрели видосы и всем хорошего настроения. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok